Что такое инновация? В этом случае, поскольку мы говорим про фиалки, то для меня это нововведение инноваций, это некоторое нововведение, которое позволяет более эффективно выращивать фиалки. Меня вопрос эффективности, может быть, кого-то вопрос эффективности не волнует, но растут и растут. Но меня вопрос эффективности волнует по двум причинам. Причина первая, мне хотелось бы, чтобы сам рутинный процесс ухода за фиалками, и пересадки, и уходы, и подкормки, чтобы этот процесс занимал по возможности меньше времени. Меня интересует результат. Мне интересует, что фиалка хорошо, красиво цела. И мне желательно, чтобы это красивое цветение было достигнуто по возможности с меньшими усилиями и желательно быстрее. Если такая цель есть у тех, кто пришел, то я постараюсь рассказать, как я этого добиваюсь. Причем у меня вот эти инновации сопровождают на протяжении всего времени, когда я занимаюсь выращиванием фиалок. Ну и опять-таки здесь почему так происходит, почему я все время стремлюсь к инновациям. Возможно, вот те люди, которые уже изначально имеют биологическое образование, например, да? Или вот американцы, они называют людей, они говорят, вот есть люди с зелеными пальцами, да? То есть кто-то, тот, что возьмет, оторвет, посадит, у него будет свистеть, расти, как бы, и ничего не сделаешь. Вот у меня, к сожалению, нет ни биологического образования, нет зеленых пальцев. Это я уже точно изучил за свою жизнь. И поэтому мне для того, чтобы достигнуть результата, для того, чтобы достигнуть цветения фиалок, мне приходится постоянно учиться, постоянно что-то искать и постоянно что-то придумывать, что-то улучшать. Вот. И вот то, что мне удалось за последние годы найти, обнаружить и что-то улучшить в превращении фиалок, я вот как раз об этом хотел рассказать. Значит, ну вот теперь непосредственно перейдем к инновациям. На самом деле, вот для меня довольно большую роль сыграла вот эта книга. Кент и Джойс Торк «Вы сумеете вырастить фиалок». Вот. Дело в том, что мы в свое время... Ну, как, может, немножко об истории этой книги, поскольку надо действительно... Вы видите, сколько здесь закладывают, да? Вот это вот... Это то, что я постоянно где-то просматриваю, что-то закладывают, и что-то стараюсь отсюда взять еще. Вот. Но история этой книги, появление этой книги достаточно интересная. Вот Кент и Джойс Торк – это известный американский любитель фиалок. Вот Кент Торк, он известный секционер, у него очень красивые красные сорта, которые до сих пор здесь, может быть, можно увидеть. Вот. А Джойс Торк, его жена, вот тоже она очень известна в фиалочном мире, она в свое время была в 2007-2008-2009 году, она была президентом Американской общины любитель фиалок. Вот. И вот в 2009 году мы их пригласили, они приезжали к нам, рассказывали. И вот. И в то время вышла их книга. И они на английском языке эту книгу подописали. Вот. И когда мы прочитали, познакомились с этой книгой, книгой вот, то здесь вот было у многих любителей российских фиалок, было желание эту книгу прочитать, ну, на русском языке. Не все владеют английским. Вот. Поэтому мы обратились к американскому обществу «Види фиалок», как они владели правами на эту книгу. И мы, ну, я эту книгу перевел, вот, Наталья Романова, наша редактор, она эту книгу отредактировала, вот, и мы эту книгу не дали. Но поскольку я вот при подписании договора с обществом любителей фиалок американским, я обязал, я дал обязательство, что мы как бы очень точно берем, дословно, вот, то мне пришлось эту книгу три раза прочитать, прежде чем мы отдали его издательство. Я прочитал три раза, и каждый раз какие-то термины, то есть каждое слово корректировалось. Поэтому я практически выучил наизустью эту книгу, вот. Ну, и одновременно я заметил, что я могу что-то отсудить здесь для себя, для выращивания. Вот, может быть, это, вот, то, о чем буду рассказывать, во многом началось, вот, скажем, началось, не только началось, но, по крайней мере, очень большая часть того, о чем я расскажу, оно есть в этой книжке. Вот, может, даже здесь еще больше, вот, какие-то моменты я посмотрел, но у меня не получилось, не получилось, не прижилось, вот, но многое прижилось. Вот, давайте вот я, как бы, теперь постараюсь рассказать по порядку. Во-первых, вот, прежде всего, да, ну, надо сказать, не только эта книга, вообще на протяжении, вот, ну, как бы, и встреч с, и с американскими коллекционерами, любителями фиалок, и с российскими любителями фиалок, вот, я постоянно стараюсь что-то найти интересное для себя, вот, что можно использовать, что может мне улучшить вращение фиалок, ну, то есть, что позволит мне сделать фиалки счастливыми, да, то есть, если фиалка счастливая, вот, то она, она, она будет свистеть, вот, и она вас порадует тоже. Вот, ну, во-первых, вот, одна из трудоемких операций, это полив, полив фиалок, вот, если фиалок много, ну, если их, там, пять штучек, то нет проблем, вот, а если их, там, две тысячи, вот, то это проблема, вот, и, поэтому, ну, уже достаточно давно я перешел на полив фиалок через капиллярные маты, вот, у меня вот есть поддоны, но они гораздо больше, у меня поддон примерно составляет, вот, так, наверное, две трети этого стола, вот, такой большой поддон, вот, ну, он такой же, вот, у него такая же высота вот этих бортиков, вот, и, значит, вниз на поддон кладется вот такой материал, синтетический материал, который впитывает влагу, вот, ну, на самом деле не совсем вниз, потому что это, это я посмотрел у очень известного американского селекционера Пола Сарана, когда мы к нему ездили, что, в 2004 году, ну, может быть, вот, может быть, вот так вот, ну, не принципиально, значит, что, что здесь должно быть, это для того, чтобы запасы воды фиалком хватило надолго, да, я вниз подкладываю некоторые, ну, такой, ну, потому что надо терпить, да, но у меня это такой пластик вот такой вот такой вот высоты, который можно выпилить из материала, который используется для подоконника, есть такие пластик в подоконнике вот такой вот высоты, вот я кладу вниз сюда, и сверху кладу, да, этот материал синтетический, так, чтобы края свешивались, вот здесь вот по бокам, они свешивались вот с этого, с этого пластика, а не имеет значение, ну, здесь достаточно полсантиметра, сантиметра, это, это не принципиально, вот это чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше, чем это, вот, в итоге, да, вот этот сам пластик, он полый, вот, если он полый, для того, чтобы туда, туда могла попасть вода, то есть, воды там должны быть побольше, чем, тем больше там пустоты вот этого пластика, тем больше можно налить воды, вот, и вот, значит, я наливаю воду, вот этот материал сверху, ставлю фиалку, и фиалка, ну, в зависимости от, там, ситуации, она может стоять там неделю, 10 дней, может быть, 2 недели, это зависит от того, какова высокоборка, высота бортика, высота пластика, сколько там пустоты для того, чтобы налить воды. Это очень удобно, поскольку фиалка постоянно получает воду И не нужно заботиться о том, что каждый день поливать Даже если это пересыхает, у меня бывает так, что мы уезжаем где-то дни на 10 Мы приезжаем, это может пересыхать, но тем не менее на 10 дней полива хватает всегда Это очень удобно Пленкой можно накрывать, я этого не делаю У Пола Сарана, когда я был у него, у него именно так устроен, как вы сказали Здесь такой же корыдце, у него больше, у него идет целое теплиство Сделано в виде корыдка такого Там у него лежит пенопласт довольно высокий Свешивается материал синтетический, который очень хорошо впитывает влагу И сверху черная пленка Эту черную пленку, он просто дырявит, у них есть такая специальная штука Эту черную пленку дырявит, так чтобы были отверстия для выхода воды И когда он ставит фиалку на довольно толстый материал Фиалка продавливает, вода выходит вверх, фиалка получает воду Это очень удобно, это не мое ноу-хау, но я посмотрел, у меня это получилось Вот, и вот если можно, дай мне какую-нибудь фиалочку, я сейчас покажу еще А фиалку для фитиля просто, в которых что есть? А фиалку сейчас, вот я про фитиля как раз хотел сказать Можно детку, мне говорят, фиалку можно детку Для деток это тоже подходит Ну, кстати, вот наш селекционер Константин Морин Он сказал, что попробовал это делать для больших фиалок Для больших фиалок у него что-то не очень получилось Они ставят, он использует мок Из таких же батонов использует мок А для деток у него очень хорошо получается выращивание деток Вот тоже на таком синтетическом материале Вот видите, если взять, например, детку Сейчас я попытаюсь найти фитиль, он у меня был Вот, скажем, вот если эта детка такая есть Вот, я беру фитилек, у меня есть вот такая вот палочка Вот, и я очень спокойно просто вставляю туда Вот так вот и вставляю здесь Вот, фитилек позволяет гарантировать Ну, постоянный доступ, постоянный доступ влаги в растения Если нет, то здесь приходится как-то мудриться дном Не всегда дно бывает плоское Вот, бывают горшки разные Вот, а фитилек вставили И здесь получается все отлично Поначалу я выращиваю без фитильков Вот, фитилек это за спрятение моей жены То есть, ну, много таких вот, каких-то нововведений Которые я, может, сам, ну, знал Ну, как бы мне казалось, что это слишком как-то Можно сказать, какие-то дополнительные усилия, там, требуют Да, нет, она стала снять фитильки Вот, прекрасно, растения прекрасно впитывают Вот, с мата прекрасно впитывают влагу Вот, поэтому теперь у нас вот все растения стоят такие вот А перелить нельзя? Она не перелет? Нет, значит, нет А вот этот вот, он какой-то синтетический, да? А фитильок, это просто нитка синтетическая А, синтетическая? Да, нитка синтетическая нитка А такая сгниет с собой шнур Да, конечно, но это, ну, сейчас много любых таких вот Нитка синтетическая нитка, да, может, знаете, спокойно Она может быть толще, вот там продаются хозяйственные шнуры Да, смотрите, ну, вот здесь дело вот в чем Я несколько раз пытался выращивать фиалки на фитиле Вот, у меня было 4-5 попыток, вот, ни одна из них не была успешной Ну, так получилось, может, по разным причинам Вот, поэтому я эти попытки бросил И, насколько я понимаю, фитиле там, ну, очень большое значение имеет и состав грунта Вот, и толщина фитиля, там же, там очень важно это отрегулировать Вот, у меня на это не хватает, ну, может, терпения, может, как бы, сноровки Вот, ну, у меня выращивать на фитиле не получилось А на матах получается И здесь вот, ну, я стараюсь фитиле делать потоньше, это не имеет значения Ну, я обратил внимание, что если фитиле толстый или тонкий Это никак не влияет на результат Вот, но, тем не менее, как бы я беру, покупаю большую бобину То есть, кинеток синтетических, разрезаю вот на такие вот куточки Вот, и это совершенно, совершенно отлично обеспечивает влагу, фиалки влагой Вот, в таком стандартном режиме, знаете, мне не нужно как-то специально мудрить Я взял воду, вылил туда, в пластиковую бутылку воды вылил Вот, они стоят неделю, я смотрю, высох, вот этот материал высох Можно там день-два подождать, пока фиалки там чуть-чуть подсохнут Вот, и я заливаю следующую бутылку, вот, все, все отлично Извините, а вот синтетический материал, что за материал, которых вы белые составляете? Белые, ну, это любой, любой, любой материал синтетический Ну, если он впитывает влагу, то можно Вы просто смотрите Он очень тоненький, этот синтетический Он должен впитывать влагу Еще один очень, очень полезный, очень полезный такое новшество, которое мы в свое время обнаружили Вот, я использую теперь его постоянно Это вот такие вот теплички для выращивания и деток, и для чего угодно Ну, мало того, еще в 2009 году у меня была статья в третьем номере журналу «Замбарская фиалка», да, об использовании этих тепличек И там я начитал, там, десяток разных способов, как они позволяют, ну, любить фиалок, как они упрощают жизнь Так, значит, смотрите, вот, для проращивания листиков Ну, я листиков сажаю много Те, у кого один-два листика, но, как бы, такой тепличка не нужна, можно в любой маленький контейнер поставить Вот, но у меня вот в такую тепличку входит 32-33 стаканчика с листиками Вот, я кладу на дно газету Ну, можно указать, наверное, какой-то другой материал, но я кладу газету, это проще всего Вот, я всегда стараюсь как-то упростить процедуру, но поэтому газета проще всего Вот, и дальше я рядочком выставляю здесь листики с фиалками Вот, поливаю, поливаю, вот, опрыскиваю топазом для того, чтобы они не изменили Вот, после этого я закрываю тепличку и пишу дату, когда я поставил А, ну, газету я ставлю сухую, но когда я поставил листики, вот, то газету, то, естественно, я все поливаю, газета становится мокрой Там даже для листиков, может быть, там чуть-чуть, даже на донышке, может быть, воды, они постепенно впитают это Вот, и затем я это ставлю, ну, в принципе, как бы открываю я тогда, когда у меня руки доходят до этого Ну, можно открыть, там, посмотреть, вот, там, не загнили ли эти листики Вот, ну, и все этих, там, как бы, их освежить Потому что, значит, ну, понятно, что растениям для того, чтобы они существовали Нужен какой-то доступ к кислороду или углекислого газа, им нужно и то, и другое Вот, поэтому, ну, как бы, время от времени открывать нужно Но я не открываю только один А, ну, вот, да, вот, пожалуйста Для одного листика, это, там, штук пять листиков, или шесть пойдет Вот, как бы, вот такие теплички, они очень-очень полезны для выращивания фиалок Ну, как бы, для, ну, не только листиков Когда я рассаживаю детки, у деток обычно корней мало Поставивших сразу, они могут погибнуть Я их, опять-таки, ставлю в тепличку Ну, размножение химер, ну, это, это мое влечение Я занимаюсь химером, я люблю химеры Когда макушку срезаешь, вот это, тоже, этот пенечек вверх, он засыхает Очень трудно прорастает Если поставить тепличку, вот, то прорастание пасырка происходит гораздо быстрее у химер Вот, но в этом случае, конечно, вот такого варианта недостаточно Вот, я делаю таким вот образом Вот, одну на другую И у меня есть специальные клипсы, которые я использую таким вот образом Вот, из двух сторон Вот, и, 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 вот Быстро, да, вот, это, как здесь, я говорю, поскольку времени нет, и есть много других дел, вот, то я многие вещи стараюсь делать так, чтобы это было, ну, одно из понятий, вот, эффективности, да, это, вот, все-таки скорость выполнения операции Вот, и, вот, такую тепличку можно использовать и для того, чтобы, ну, скажем, обработать растения, которые подозревают, что они больные Или, или, если на растении есть вредители, их подозревают, их нужно обработать, да, вот, обрабатывать дома, ну, как бы, не очень хорошо, там, дети, животные, ну, и самим тоже, как бы, этим дышать нехорошо Вот, а если это взять, вынести на балкон, скажем, побрызгать и потом закрыть, совершенно спокойно можно держать дома Это, это, оттуда и вредители не смогут выбраться, понимаете Вот, и химикат, они вас не затрагивают Вот, то есть, вот, эти теплички, ну, как бы, для меня, это постоянное, это ежедневное, вот, такое средство, которое позволяет, очень многие проблемы позволяет решать Очень удобно перевозить, допустим, вот, если мне нужно перевезти куда-то, там, 30 штук деток, я тоже вставляю, могу перевезти, кладу в коробку, там, у меня 8 штук умещается, 8 такие теплички в коробку То есть, можно сразу, там, около 200 деток можно перевезти сразу, в одной коробке Вот, растения тоже можно поставить, несколько растений крупных, вот, закрыть, поставить одно на другое Если есть несколько растений, куда-то уезжаете, поставите, они могут месяц простоять, с ними ничего не случится Значит, здесь, ну, и еще бывают те, у кого, ну, у любителей которых фиалок много, места мало, вот, это тоже хороший вариант, когда растения можно, ну, фактически законсервировать на какое-то время Если тепличку плотно закрыть, прекращается доступ к кислородам, у них замедляется рост, вот, то есть, они как бы погружаются, погружаются, ну, погружаются в сон Вот, они, они живут, они, как бы, вот, они прекрасно выглядят, вот, но при этом они не растут и дополнительно место не занимают Место освободилось, можно их вытащить из теплички А поливать их нужно только тогда, когда, вот, вы видите, что газета сухая, вот я вижу, газета сухая, я поливаю Ну, здесь есть еще один признак, обычно на крышке образуется конденсат, вот, если его нет, то, я уже смотрю, там не высохла ли газета, вот, если она высохла, и нет конденсата, вот, я поливаю А так, это, вот, прекрасное средство, ну, для многих целей, ну, об этом, как я уже сказал, есть статья в Узамбарской фиалке номер 3, вот, и эта же статья, она на нашем сайте опубликована Можно посмотреть, там, вот, в разделе статьи, есть статья о том, как полезны теплицы при выращивании фиалок Вот, ну, это, вот, такое второе нововведение, о котором я хотел рассказать, вот, после популярных массов Вот, значит, третье Покажите, пожалуйста, это вот это, в этом формате 2009 года 2009 Значит, третье, освещение Вот, ну, с освещением это отдельный разговор, потому что, на самом деле, вот, все может быть прекрасно, все может быть замечательно, вот, но, если нет достаточно освещения, то салтар свести не будет Вот, вот, и вот, если фиалка выращивается на подоконнике, вот, то, там, она полностью зависит от продолжительства с того дня Вот, если день зимой 7 часов, вот, и ночь 17 часов, то фиалка свести не будет, вот, и фиалка сведет, конечно, от приходов весны, когда ей хорошо, когда день, там, 12-14 часов, вот, и осенью, когда день, опять-таки, 14-12 часов, вот, в это время фиалки хорошо цветут Вот, поэтому, здесь, ну, если говорить о том, об освещении, то это касается тех, кто выращивает фиалки, ну, где-то вот на подобных стеллажах, вот, с дополнительной подсветкой Вот, и здесь, в последнее время, то, что я сделал у себя, мы полностью заменили люминсцентные лампы на светодиоды Вот, это была такая довольно ответственная процедура, она, наверное, года два продолжалась, там, с какими-то ошибками, потому что мы сначала сделали одно, потом, потом это не получилось, стали делать другое Вот, а сначала, когда вот только появились светодиодные светильники, я у себя заменил, ну, постепенно оставляли люминсцентные лампы на светодиодную ленту Лента режется, клеится, там есть специальное устройство, которое запускает эту ленту, вот, и поскольку это продолжалось в течение некоторого времени, там, в течение полугода, там, может, 8 месяцев Я убирал люминсцентные лампы, заменял вот этой лентой Вот, то лента каждый раз, я потом обратил внимание, я, может быть, сначала об этом не знал, потом обратил внимание, что лента разного спектра Вот, ну, вы знаете, что бывает теплое освещение, теплый свет, вот, бывает холодный свет, вот, и бывает нечто среднее между теплым и холодным, то, что, может быть, ближе к дневному свету Вот, так вот, когда я стал выращивать под светодиодной лентой, вот, то я обратил внимание, что под лентами холодного света Такой, ну, синий свет, вот, может быть, вот, вот, то, что здесь, ну, здесь вот такой даже, ну, синеватого оттенка, да Вот, под таким светом очень хорошо растут молодые растения, детки молодые растения Ну, это тоже, опять-таки, не стало для меня новостью, потому что те же самые кент Джоис Торк, они об этом пишут Вот, это, да, это спектр близких к синему, он благоприятно действует на рост листьев Вот, и, значит, уже последние лампы, люминесцентные, я менял не на светодиодную ленту, а на светодиодные лампы И они оказались очень желтыми, то есть, ну, как вот, теплый желтый свет Опять-таки, это получилось случайно, я, может, в то время еще внимания на это не обращал Вот, но когда я стал это использовать, я увидел, что, да, действительно, под синим хорошо растут детки и молодые растения Вот, а вот таким, под желтым, под теплым светом, очень хорошо закладывается цветонос Это тоже нужно понимать, если вот у кого-то есть стеллаж, то нужно это четко понимать Если вы поставите лампы одни, то у вас будут расти листья, поставить другие будут закладываться цветки Вот, и поскольку у меня все это на поддонах находится, вот таких больших, вот, то я, по стеллажам, поддоны стал перемещать Я, когда выставляю небольшие растения, оставлюсь на поддон, то синий свет, когда они подрастают, я расставляю там, на несколько поддонов Выставляю под желтый свет, они закладываю цветоносы, вот, и, значит, после этого они приезжают сюда Вот, значит, но, тем не менее, это тоже, может быть, не очень удобный вариант И процесс, опять-таки, вот, развития вот этой инновации, да, вот, все-таки это инновация Почему? Потому что я замерил, я замерил освещенность Сейчас попытаюсь найти, вот, у меня есть специальный прибор, вот, который я приобрел на густе в час Я каждый год, ну, это, на самом деле, ну, это прибор, который замеряет интестину света, вот, не знаю, продается, нет, может быть, он продается Вот, но, фактически, если кто-то занимался во имена Советского Союза фотографией, да, то у них должен был быть экспонометр Вот, потому что экспонометр позволял выставлять выдержку, в зависимости от светоочувствительности пленки, вот, выставлялась выдержка и диафрагма, понимаете Ну, сейчас это все работает на автомате, поэтому, современные люди не владеют этим искусством Вот, а те, кто фотографией занимался во времена Советского Союза, вот, у тех экспонометр должен быть У меня, по крайней мере, было, там, штуки две или три экспонометра у меня было, вот, но, якобы, можно было бы их найти, вот, но я вот такой прибор приобрел на выставке АВСа Это специальный прибор для измерения интенсивности освещения Вот, и вот, когда я заменял люминцентные лампы на светодиоды, вот, я мерил освещенность Вот, может быть, и люминцентные лампы были уже не очень, не очень новые, ведь люминцентные лампы, они со временем стареют, и у них интенсивность освещения падает То есть, в течение времени их нужно заменять Вот, ну, когда, вот, я свои старые лампы померил здесь прибором, вот, и я обнаружил, что освещенность вот этих ламп, люминцентных, да, в три раза ниже по сравнению со светодиодами В три раза ниже, вот, ну, да, 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 в три раза ниже Вот, и поэтому, конечно, а свет это, ну, ведь фиалка это маленькая фабрика, понимаете, вот, она получает некоторое питание, она вырабатывает, ну, живые клетки получает, получает это питание Ну, и в итоге она вырабатывает цветочки, да, вот то, что мы хотим получить Вот, и если, ну, а вырабатывается в процессе фотосинтеза, фотосинтез только-только происходит только при освещении этой фиалки И чем больше свет, тем больше реакции фотосинтеза Вот, так вот, нужно иметь в виду, что тот, кто будет менять лампы люминцентные на светодиодные, вот, это очень сильно ускоряет и рост фиалок И позволяет добиваться более, более, ну, более сильного цветения фиалок Да, ну, я принес, вы знаете, я принес Я знаю, мы не показываем, да, мы не понимаем, да, мы обречем Значит, теперь дальше Вот, значит, то, к чему, ну, это было отступление небольшое, то, что освещенность значительно повышается при использовании, при замене люминцентных ламп на светодиодные Вот, но теперь, вот, я хотел, да, ну, поскольку синие и желтые лампы, это все-таки тяжело Мне, в основном, тяжело, там нужно как-то вовремя, нужно какое-то время Дело в том, что я обратил внимание, что при желтых лампах очень хорошо закладываются цветоносы Но если долго стоят растения под желтыми лампами, то растение угнетается Вот, листики начинают прижиматься вниз, вот, растение, как-то, становится более корявым То есть, это все-таки некоторые, я думаю, они хорошо цветут, но это и есть такое Если растение находится в таких достаточно тяжелых условиях, вот, оно охотнее цветет, это есть Для того, чтобы заставить пиалку цвести, нужно устроить ей стресс Она стремится размножаться, если у нее стресс возникает, она стремится размножаться Она может размножаться, вот, ну, в природе, только цветочки Вот, и, но тем не менее, вот такая перестановка пиалок, это все-таки некоторое дополнительное усилие Вот, и вот потом обнаруживают вот такие вот лампы, у которых посвещенность 4000К Вот это можно сказать, 4000, ну, это цветовая температура, цветовая температура 4000 Вот, и цвет у нее такой, ну, достаточно приятный, вот он вроде бы не желтый, не синий, он вот такой средний Вот, 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 вот эти лампы, вы можете видеть и здесь Вот, и вот у меня сейчас последние, то, что мы поставили, последние стеллажи, да Они стоят вот под такими лампами Вот, и я обратил внимание, что фиалки в этом случае ведут себя как-то, ну, более спокойно Нельзя сказать, что очень быстро растут растения молодые, да Но при этом не угнетаются растения, то есть они идут, они спокойно растут, да, и спокойно доходят до светения То есть вот при этом свете все-таки у фиалок получается какой-то очень сбалансированный режим освещения Вот при таком свете Поэтому вот мы сейчас закупаем вот такие растения У себя установлены, я советую, вот такие лампы я советую для ворачивания фиалок Да, ну, значит, что еще, что еще интересно Что еще интересно Я использую для регулирования освещения, я использую таймеры Это очень простое устройство Ну, и сейчас есть какие-то очень навороченные, там, скажем, электронные, там, с этим, с разными режимами У меня таймеры самые простые Вот сколько мне нужно, чтобы изо дня в день проходил один и тот же цикл Вот, то я вот приобретаю вот такие таймеры Вот, и питание, ну, и освещение идет, вот я вставляю эту розетку, дальше освещение идет через этот таймер Этот таймер, он крутится вот так вот Он крутится, он крутится, ну, когда вставляешь сеть, он начинает крутить, он потихонечку крутится И он, цикл проходит за 24 часа И потом автоматически он выключается? Да, соответственно И не надо мне самой включать, выключать? Абсолютно точно Я же говорю, что у меня как... То это у меня так Нет, тут смысл моей лекции Что упрощает жизнь любителя фиала, понимаете? Вот в этом смысле Это электрический это, да, получается? Он вставляется в розетку Это электрический таймер, и еще бывают механические? Нет, бывают электронные, они стоят дороже, там, разом в балете дороже стоит А это, нет, это механический таймер А, механический, это дешевый Да, это самый дешевый таймер, но... А сколько круче? Ну, он 300-400, там, где-то, ну, где-то, ну, где-то А замок, может быть, каждый день Он крутится автоматически, ну, вот он вставляется в розетку И у него диск начинает крутиться, понимаете? Вот диск крутится, когда он вставляется в розетку И в него вставляется уже, в него вставляется электрическая штука, которая идет к освещению А вы про рычажки скажите, про рычажки скажите, а то будет непонятно, как он работает Вот эти рычажки, здесь на каждый час два рычажка То есть, если я вытащил рычажок, да, вот, то при этом освещение, вот, вот, смотрите, здесь вот у меня вот такой вот диапазон Ну, вот здесь с 24 часов до 9 утра Вот у меня фиалки спят с 12 до 9 утра Ну, никто, ну, такой же, как у меня, практически Потому что я обычно до 12, я сижу в этой комнате, понимаете? Но я пошел спать, и это все выключилось Вот, и просыпаются они в 9 часов Вот здесь вот 24, здесь 9 У меня фиалки освещаются 15 часов Ну, соответственно, у меня голова не болит, я могу, я могу спокойно совершенно уехать там на неделю, там, на 10, ну, я больше, чем на 10 дней Не уезжаю куда-то в отпуск или в командировку Вот, но я могу совершенно спокойно уехать, и в течение вот этих, там, недели, 10 дней он работает, продолжает включать и выключать освещение Вот его можно на 10 дней запрограммировать? Он программируется навсегда Он программируется навсегда Вот, если вы поставите, то, ну, если только отключится электричество, такое происходит сбой, он будет включаться, не здесь, но будет перерыв на час, да? Вот он, вот, час простоит, а потом он здесь отключится, в час ночи выключится, понимаете? Здесь вот такие вот, здесь есть такие вот, видите, вот, вот вниз-вверх, видите, вот Здесь вот дошло и включилось Здесь есть такие рычажки, рычажки, которые вниз-вверх, и, если вы утопили, утопили, в это время будет освещение, если вы выключили рычажок, в это время будет темнота Понимаете, зачем покупают электронные? Зачем покупают электронные? Ну, я не совсем понимаю, но вот говорят, что электронные, они могут пригодиться, вот человек уезжает из дома, да? Вот он ставит... Можно мы? Да, пожалуйста Вот здесь написано, где продают и... Он уезжает из дома, может программирует, потому что свет у него включался разное время, чтобы, как будто у злоумышленников не было ощущения, что дома никого нет, понимаете? Вот, правильно, спрограммироваться разные дни на разное время, там можно недели прежде запрограммировать, уехать, и свет будет включаться и выключаться, как будто в доме находится... Человек, да Вот, ну а вот, поскольку для фиалок там другая цель, чтобы она вовремя включалась и выключалась, здесь самый простой таймер, он лучше всего для этого подходит Никаких заморочек, не надо ничего проблем... Нет, вытащил... Вот эти... Вот эти... Ну, вот эти... Ну, вот эту пластику вытащил, значит, нет освещения, утопил, освещение будет Так, дальше... А на сколько оттенков? А? На сколько оттенков? Там, по-моему, я считаю, значит, 3680 ватт Вот, ну вот, если лампу, которую приносили на 7 ватт, да? Ну, вы можете считать, есть 500 ламп, 100 ламп, можно поставить на эту штуку Ну, у меня нет 500 ламп,... У меня нет 500 ламп, У меня есть штука 150 нам, но, у меня таких, у меня 5 штук стареет А, тогда можно тройник какой-то? Можно тройник, можно включать еще несколько. Можно поставить сюда удлинитель, например. Я ответила, что удлинители такие. Я просто не поняла, что это такое. Он был круглый, с такой же штучкой и три. Они разные, разные производители. Бывают разные. Около 600 рублей стоило. Не имеет значения, здесь можно укрыть такой и поставить удлинитель. В удлинитель можно поставить пять этих. Дальше уже делать биотехники. Дальше, какие-то усовершенствия по грунту. Я хотел сказать о последних усовершенствиях. То, что мы стандартно используем, это тор-перелит вермикулит. Вот здесь такая безземельная смесь. Вот здесь видите, украпление перелита вермикулита. Но это традиционно. Это классика, на чем рекомендуется выращивать пиал. 30% торфа, 30% перелита вермикулита. Но, тем не менее, когда есть возможность что-то улучшить в грунте, то я старался к этому приглядываться. И пару лет назад было очень интересное наблюдение у меня, когда на выставке в Америке нас всех свозили посмотреть, как работает фирма «Оптимар». Это крупнейшая мировая фирма, которая занимается фиалками, у них статализация фиалки и другие растения, но основной их любовь – это фиалки. Эта фирма «Оптимар», она крупнейшая в мире, которая занимается промышленным производством фиала. Нам там все показали, ответили на все вопросы, какие-то ноу-хау, у кого-то что-то интересовало. Нам все рассказали. Я очень признателен руководству этой фирмы, ее сотрудникам. Было очень интересно посмотреть. И вот то, что мы там посмотрели – это такие шарики, очень легкие. Это пенопласт. Вот это пенопласт. Но использование пенопласта – это не новость. Многие используют пенопласт как дренаж. Но фирма «Оптимара» использовала пенопластовые шарики, просто добавляя их в грунт. Я поленился тащить сюда компьютер. Я когда рассказывал здесь, у меня была лекция о поездке на фирме «Оптимара», то я там показывал фотографии из теплицы «Оптимара» и показывал там горшки, в которых вот эти пенопластовые шарики, просто видно, что они в грунте. Вот в этот грунт добавляли? Да, да, да. Вместо перлита? Нет. Я стараюсь не отказываться от того, что есть. Но если можно улучшить, то я… А, я написал заменить. Значит прибавить, да? Нет, нет, нет. Я не изменяю, нет. Вот я использую этот же грунт, но я добавляю туда эти шарики. Значит, что… Ну, когда там у руководителя фирмы «Оптимара» спросили, а зачем вам эти шарики? Потому что, ну, люди тоже вы видели там шарики. Вот. Он сказал, что… Нет, не влагу. Он сказал, что мы провели исследование специальное и выяснили, что вокруг каждого шарика, который находится в грунте, образуется пузырек воздуха. Ну, шарик, он не смачивается водой, понимаете? И он обволакивает, и воздух его обволакивает, понимаете? И вот этот воздух, он обеспечивает питанием корней. Понимаете? И за счет этого корни лучше растут. Вот. И, значит, когда мы сюда приехали, ну, я сначала… Ну, у меня были такие… И раньше, когда берешь терку, вот, трешь пенопласт… Вот. Но это сумасшедшее чудо. Это сумасшедшее чудо. Потому что это литинка всего-то летит везде. Ну, это просто как бы… Ну, это настолько тяжело. Это временно это уходит. Мне морально было очень тяжело как бы с этой. Я там месяц промыкался полтора. Потом думаю, ну, элки-пад. Ну, можно же, наверное, найти. Вот. Позвонили в фирму, вот, которая занимается изготовлением вот таких, ну, емкостей. Пластиковых, пластиковых емкостей. Вот. И спросил у них, есть ли у вас шарики? Можете шарики? Ну, да, есть, пожалуйста. Ну, он говорит, ну, мы полтора километра… У нас меньше полутора километра не продаем. Одна ебка из полтора километра. Ну, полтора километра. Куда вам столько? Вы не знаете сколько. Я говорю, я сам полтора километра за полгода использую. Не правда, я полтора километра взял. У меня с тех пор этот год уже эти… Ну, половину я, можно сказать, оттуда использовал. Остальные есть. Но, тем не менее, шарики очень… Немножко, да? Вы добавляете чуть-чуть? Я добавляю их на глаз, понимаете? Вот я, как бы, я беру, у меня такой, есть латочек, в который я вот эту смесь выкладываю, сверху посыпаю… Ну, прежде чем к этому приду, значит, смотрите, вот еще что. На самом деле, вот есть еще одна добавка, которую я стал использовать, да? Вот называется циолит. Циолит? Вот. Дело в том, что я очень тщательно сфотографировал все ингредиенты, которые… Нас запустили в комнату, там, где оптимара готовит грудь, понимаете? Вот. Я там… Ну, я там… Я там сфотографировал все ингредиенты, понимаете, которые они используют для составления грудки. Вот. Там были удобрения. Вот. Там было, ну, что-то подобное, циолит. Ну, по крайней мере, там ящик был открыт. Это не ящик. Такой большой, 25 км, наверное, мешок был раскрыт. Было что-то подобное. Что-то подобное такого. То есть это минеральная добавка, которая, опять-таки, улучшает питание фиалов. Вот. Ну, и я, когда приехал оттуда, я начал сначала с шарика, да? Вот. А потом я решил уже, ну, как бы, тоже последующий пример фирмы Фирмы Оптимара. Да. То есть я делал как. Вот у меня лоточек есть. Я на него высыпаю сначала смесь. Потом сверху я, так вот, могу припорошить немного вот этим циолитом, да? И сверху я припорошил вот этим. Перемешал. Вот. У меня получается вот такой вот грунт сейчас. Вот. Это то, что я сейчас использую. Ну, как бы, по моим ощущениям, фиалкам стало жить лучше. После шариков или после циолита? Ну. Так и шарики, циолит. Это точно. Я использую то и другое. Мне трудно сказать, из-за чего производство улучшение. Вот. Но фиалки, как бы... Ну, он тоже всплывает, да? Поднимается от воды, да? Нет. Ну, поскольку меня полив идёт снизу, я же сверху не поливаю. У меня ничего не... Нет, у меня что-то... Не всплывает. Не всплывает. Ну, поняла я. Да почему? Когда сверху поливаешь, они всплывают. Так же, как и перлинь. Вот. Значит, вот это... Следующее, то, что я сказал, уже такое четвёртое усовершенствование. Это улучшение грунта, да? Улучшение грунта. Вот. Но здесь надо сказать, что вот старый добрый мох никто не отменял. Вот. И всё-таки, как бы там ни было... Единственное, что меня не устраивает вот... с использованием мха, это то, что... Это, конечно, немножко не технологично. Это, как бы... Вот, если всё это... Это секунда, да? Вот, то мух, это отдельная процедура. Его нужно вытащить, там, как-то порвать. Вот. Но, тем не менее, если я вижу, что у растений нет корней, там, у растений слабые, вот, то я мох использую. В смысле, как вы его сказали? Я просто оборачиваю корни мху. А, корни мху, да? Когда укриняешь, да? Ну, вот, если здорового растения, большое растение, я вижу, чтобы корней мало, там, нужно курить, я мох использую. Вот, это... Ну, это не инновация, вот, но это то, что я использую... И анимация больше. Да, я использую для того, чтобы, ну, как бы... Ну, понятно, что здесь же тоже мох, он воздушный, понимаете, он воздушный. Вот, и понятно, что корни хорошо порастают. Поэтому это... Это у меня как бы так и стандартно, а это вот в исключительных случаях все-таки мох я использую. Вот, значит, теперь то, что касается подкомки. Вот, значит, ну, вот, если почитать, опять-таки, Кент и Джойс Торк, они пишут, что 95% того, что нужно растениям, они вырабатывают сами для себя. Производят самостоятельность. Вот, благодаря процессу фотосинтеза. Вот, но тем не менее, если ежедневно там 5% будет, каждый из нас не заедать, то, наверное, постепенно как бы можно умереть, правильно? Все равно что-то дополнительное нужно. Вот, и для меня подкормка всегда была проблемой, поскольку, ну, вот, у меня, может, нет какого-то такого... Либо есть стремление экспериментировать, вот, либо как-то нет вот такого... какой-то точности, которая требуется при подкомке. Вот, поэтому у меня всегда была проблема. Либо я перекормил, либо я недокормил, понимаете? Либо я там в процессе экспериментов какое-то новое удобрение использовал, и фиалка при этом умерла. Вот, и это была реальная проблема. И, значит, у меня появилась возможность эту проблему решить только тогда, когда появились вот такие удобрения длительного действия. Вот, что для цветущих растений, хотя там есть и для роста деток, но я использую в основном вот это. для того, чтобы... Ну, фиалки они, как бы, и так не... У меня, может, еще дело в том, что, ну, как бы, если брать листики, да, они дают детки за... Ну, есть и другие. Я показываю то, что мне нравится. Вот, из этих трех мне нравится все-таки вот для цветущих растений. Можно... Нет, я пробовал вот это, вот это, это больше для выращивания деток, да, так что они побыстрее росли. Вот, но для цветущих вот это, вот эти палочки, они показали очень интересный результат. Дело в том, что... Да, я об этом даже написал статью. Вот, где-то здесь в каком-то номере можно посмотреть... Не понял. В пятом или в шестом, по-моему. В прошлом году. В прошлом году. В прошлом году. Была в статье про эти палочки. Был очень интересный эксперимент. У меня фиалка... У меня фиалка... Одна из фиалок растет в офисе на столе. Ну, я в офисе появляюсь не так часто. У меня там работа связана с разъездами. Я в офисе появляюсь, может, там, пару раз в неделю. Вот. Да, и вот эта фиалка стоит на фитиле. Я тогда вставил очень толстый фитиль вот такой. Очень толстый. Вот. Поэтому как бы у фиалки... Ну, как-то сошлось. Вот. Вот это единственная фиалка, которая у меня выращивается на фитиле, это фиалка, которая у меня в офисе. Она стоит под настольной лампой. Настольная лампа включается в такой таймер. Таймер крутится, вот фиалка может жить без меня. А, ну вот. Но там не лампа накаливания, а дневнисцентная лампа. Нет, там дневнисцентная лампа. Это настольная лампа с дневнисцентной. Вот это статья. Вот смотрите, я принес туда фиалку пересаженную. И она полгода прекрасно себя чувствовала, великолепно свела, все было здорово. Потом получилось так, что фиалка перестала свести, стала желтой абсолютно. Вот, но я не знаю, как подкармливать фиалки при выращивании на фитиле. Поэтому я не рискнул налить. Вернее, у предыдущей фиалки, которая была в офисе, я налил удобрение в воду, она умерла. Вот, эту фиалку я уже, ну так, ну, перевести я столкнул, понимаете. Там воды, воды немного, там же нужно совсем немного. Ну, там чуть-чуть превысил дозу, и фиалка умерла. Вот, поэтому следующую я фиалку уже не рискнул удобрять через воду при петильном поливе. Там нужно очень-очень небольшую концентрацию. Вот, но вот такие палочные травы только-только мы стали использовать. Вот, и, да, поскольку фиалка была желтой и не целой, ну, взял, привезли две палочки, раздомил каждую палочку пополам, и в горшок с четырех сторон вставил эти палочки. Нет, ну, я вставляю просто сверху, вот, я есть горшок, я сверху продавлю так, чтобы палка углубилась, там, ну, не до конца, там, углубляю, чтобы ее не было видно, чтобы она была влажной. Вот, и все, и как бы и забыл про это. Где-то прошел месяц, наверное, фиалка была вот такая, листья были желтые, ну, где-то тут видно, листья совершенно желтые были, она была вся желтая. Ну, три листика в центре были зелененькие, да, а остальные были желтые, но ясно, что не хватало питания фиалки. Вот, прошел где-то месяц, я, по-моему, где-то в феврале, ну, может, чуть побольше месяца, я где-то в феврале, по-моему, эти палочки добавил. Вот, и фиалка начала свистеть, у нее позеленела листва, стала уходить желтизна, и вот здесь фиалка, которую я снимал, там, ну, где-то, периодично, там, это через два месяца, через два месяца, здесь еще через два месяца. Это одна и та же фиалка. Так вот, у нее где-то, там, месяца через три-четыре, у нее было где-то восемь, девять, десять цветоносов, да, вот, и она, то есть, вот, я сидел за ней где-то, где-то, месяцев восемь, где-то, может, девять, где-то, около десяти месяцев, я сейчас уже точно не припомню, месяцев десять, наверное. Она непрерывно цвела, то есть, вот, не было ни одного дня, чтобы она не цвела. Вот этих двух палочек ей хватило, вот, на эти, там, девять-десять месяцев. Вот, но потом она, потом, она опять-таки стала желтеть, стала, стала, я ее пересадил, я вот эту пересадил. Вот, но, надо эксперимент с этой палочкой, я, опять-таки, эти палочки обнаружила моя жена, вот, она, это была ее инициатива, вот, я как-то пытался экспериментировать, вот, но она взяла свои растения, палочки эти, стала использовать, ну, у нее есть какие-то, там, свои любимые растения, вот, она стала использовать, она говорит, ну, я замечаю, что фиалки чувствуют себя по-другому, там, и более насыщенное цветение, цветы крупнее, то есть, она это заметила. Вот, я, я немножко сомневался, но после того, как я вот с этой фиалкой такой эксперимент провел, у меня сомнения исчезли, то есть, ну, реально, эти палочки работают, и вот здесь, как-то, ну, обычно я использую на, ну, при пересадке, я использую половину этой палочки, ну, мне бывает достаточно половины, вот, ну, если большой, большой, там, может быть, одну палочку, но это редко. Ну, у них тут такие маленькие, как, вот, да, ну, для миник это четвертушка, может быть, вот, я вот, я могу, четвертушку палочкой, вот, для миниатюр, могу использовать, вот, ну, здесь, как-то, ну, даже, когда, ну, когда используют две палочки на растении, это ни к чему не привело, кроме того, что фиалка, там, прекрасно, все чувствовала, очень долгое время, и великолепный целый, вот, так что это тоже упрощает жизнь, мне не нужно как-то подбирать дозировку, там, как-то думать, там, считать, там, на объем воды, сколько я должен, там, граммов, там, миллилитров растения, этого удобрения добавить, это упрощает жизнь, поэтому это тоже, как вот, то нововведение, которое мне жизнь очень сильно упростила. Вот, значит, что еще? Вот, есть один момент, который о котором все американцы знают, но которого я ни от кого из наших видели фиалок не слышал. Опять-таки, вот, в книге у Кенда Джойс Торк, это написано, для выращивания фиалок необходимо движение воздуха. Вот, они это объясняют, каким образом? Листики у фиалки пушеные, знаете, поэтому у них должен быть проходить воздухообмен. Ну, должен поступать углекислый газ, выходить кислород, там, ночью, там, я не очень сильно разбираюсь там в процессе спецсинтеза, но я так понимаю, что происходит процесс обмена, там, поступает углекислый газ, где есть кислород, или, наоборот, там, ночью, насколько я понимаю, наоборот. Но это не важно. Обмен воздуха должен происходить. Поскольку у фиалки листья пушеные, вот, то этот воздухообмен затруднен. и если обеспечить движение воздуха, то фиалки растут быстрее, поскольку этот процесс обмена воздухом растет быстрее. Поэтому во всех комнатах, в которых выращивают фиалки американские любители фиалок, у них обязательно стоит вентилятор. Вентиляторы стоят обязательно. вот, и я не так давно тоже, но они говорят, что при этом не только улучшается скорость роста, увеличивается при этом, вот, но при этом еще и снижается риск заболеваний, вот, поскольку, поскольку тот обмен воздуха, он препятствует движению воздуха, препятствует развитию гнили. И поэтому я поставил два вентилятора. Они говорят, что вентиляторы должны крутиться круглые сутки постоянно... без таймера. Но я все-таки ставлю на таймер, у меня 낯 вентиляторы не крутится, днем вентиляторы крутятся. У меня вентиляторы стоят с двух сторон на разных уровнях. Один вентилятор стоит повыше, он прогоняется в одну сторону, Они пониже прогоняют воздух с другой стороны. У меня происходит некоторый круговорот воздуха. Он продувает комнату по кругу с одной стороны и с другой стороны. А если, например, на кухне открыто окно и там открыто окно, и как бы вот так воздух все равно стоит? Нет, на них не попадает воздух, потому что они у меня... А кондиционер не стоит у вас там? Стоит кондиционер, но летом отключается при необходимости. Они работают не одновременно, да, вентилятор и кондиционер или как? Летом работают одновременно. А кондиционер не заменяют вентилятор? Я кондиционер включаю, может, там 5-10 дней в году. У меня даже летом, если температура там где-то около 30, то я включаю кондиционер. А если до 30, тем более сейчас вот со светодиодными лапами, то энергии не меньше, выделение тепло меньше. А вы там воздух теплый включаете? В вентиляторе там обычно. Ну, просто крутится и крутится. Вот в воздух оборачивается. Я поняла. Я тоже считаю это нововведением. Я хотел сказать, что это те люди, которые... Ну, в Америке интересно, что люди, которые фиалками занимаются, там есть очень хорошее научное направление. Там занимаются люди, которые там с научными степенями, они занимаются этими вопросами. Они проводят исследования специальные. Движение воздуха считается обязательным для улучшения микроклимата при выращивании растений. Еще одно важное замечание, хотя, может быть, у меня этой проблемы нет, но проблема такая может быть. Это проблема с водой. Мы сейчас живем в доме, который находится за городом. Это поселок, и там есть скважина, а вода поступает из скважины. Не из общей сети водопроводной. Эта вода хорошая, это чувства по фиалкам. Им эта вода нравится. Есть ли она плотка или нет, я не знаю, но я не чувствую, что там есть лох. Может, что-то делается, но, по крайней мере, там такого нет. Хотя у меня вода отстаивает. У меня есть специальный резервуар. В свое время я поливал фиалки из пластиковых бутылок. Я их наливал в эти емкости. Но со временем я просто сделал емкость, емкость для воды поднял повыше, поливал шланг, и теперь я просто поливаю из шланга. Это занимает, у меня там, полчаса, 40 минут. Я поливаю, и при этом помощь жены не требуется. Я справляюсь с этим. Я поливаю просто из шланга. Это очень удобно, если кому-то этот совет пригодится. Тем не менее, качество воды очень важно. И вот последний пример, то, что я могу привести, это наш селекционер Евгений Архипов, который обратил внимание, что летом у него фиалки чувствуют себя прекрасно. Вот как только приходит зима, где-то в октябре месяце, что-то происходит с водой, что-то добавляют в воду, и всю зиму вода содержит какие-то химикаты, которые просто убивают фиалки. Фиалки не растут, у них по краю листвы идет некроз, то есть просто отмирают края листиков. Но невозможно. Поэтому Женя где-то нашел источник, там таскает воду где-то из источника, а там уже закрыли метро, так теперь я наливаю воду у себя из крана, и водитель берет эти банки в машину и ведет Женя. Вроде все нормально. Но это просто к тому, что вода очень важный фактор. Если вода плохая, то фиалки счастливы не будут. Поскольку у меня вода фиалкам нравится, то я вряд ли могу что-то посоветовать, но если есть проблемы, то обратите внимание на воду. Сейчас многие коллекционеры, которые занимаются фиалками, у которых много фиалок, они ставят фильтр с обратным окрасом. Но там тоже нужно действовать тонко, потому что это получается чистая вода, практически дистиллированная, и там нужно добавлять некоторое питание, чтобы питание с этой водой не вымывалось из фиалки, а наоборот добавлено. Здесь, если говорить о каких-то нововведениях, то это может быть там, где вода не годится, нужно ставить фильтр с обратным окрасом. Ну и в заключение подходит конкурент. Моя запись подходит конкурент. В заключение то, что я хотел сказать. На самом деле, я хотел обратить внимание на эту книгу. Здесь тоже есть такой раздел. Есть, может быть, где-то 7-8 десяток факторов, которые влияют на успешные врачные фиалы. Стоит изменить один, и фиалка будет чувствовать себя плохо. Неважно, освещения не хватает, вода плохая, удобрения не хватает или лишнее, грунт не такой, ботупроницаемый. Очень много факторов, которые влияют. И каждый должен подобрать это для себя самостоятельно. И если вы собираетесь использовать какой-то совет, будь то в книге или то, что вы от кого-то услышали, то нужно попробовать это на новой фиалочке. Если фиалка стала счастливой после того, как вы применили к ней вот это нововведение, то это можно не опасаться, можно использовать это на других фиалках. А иначе любое нововведение какое-то неоправданное, оно может погубить коллекцию. Все, на это я хотел задуматься. А мне вопрос. Когда мы говорили о матах, вот вы говорите, что не используете черную пленку, но она как предохраняет от зазеленения и вообще от грязи этот пористый материал. Почему вы отказались от нее? Потому что это некоторые дополнительные усложнения. мне нужно подбирать более толстый материал. У меня он тонкий. Он не продавливается фиалкой, вода не очень хорошо поступает. Но это более толстый материал. Но я уже к этому материалу привык. И я не знаю, возможно, что если это будет, там, этот материал, там какое-то, может быть, возможно, загнивание. Здесь все это проветривается. Ну, так получилось. Кто-то может попробовать использовать этот материал, но у страны получается с этим материалом. У меня получается без материала. Кто-то может попробовать для себя поставить рядом с материалом и без материала. Там, где лучше получится, то и использовать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok